Виктор Гурелл 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 потому что он стал зависимым в противоречии 112 статьи Конституции, где четко написано, что муниципальная либо местная власть представляется представительным и исполнительным органом, это означает Советом и Примарией. Вот наши депутаты сделали подарок, вот такой политический жест. Что удалось сделать? В принципе, можно еще один нюанс добавить, потому что можно сейчас рассматривать более оперативно вопросы, связанные с жизнедеятельностью города. Это в основном связанные с деятельностью управления муниципального совета, образно говоря, потому что, опять же, согласно закону местной публичной власти, эти управления в оперативное управление переданы Примарией. Вопросы, связанные с бюджетными средствами, имеется в виду финансово-материального плана. Это означает, что профильные комиссии, как и Совет, могут более оперативно и быстро принимать решения, интересующие граждан, экономических агентов в нашем муниципе. В основном все осталось, как прежде. Это самый постыдный состав муниципального совета с точки зрения правильности организации работы. Объясню, почему очень коротко. Это единственный совет, который, в принципе, так и не сумел заставить Примаря прийти с новым составом Примарии или с новым составом исполнительной власти перед муниципальным советом. Это означает, что в течение двух лет у нас нет двух вице-примарей, у нас нет претера утвержденных советов, у нас нет начальников управления, у нас не проводятся конкурсы на замещение вакантных должностей. Хотя это одно из главных обещаний, которым козырял господин Кирпаков предвыборная компания. Второй минус очень важный, что все-таки муниципальный совет представляет некоторых групп, политических групп, а не представляет массово граждан Кишинева. Потому что очень много вопросов, связанных с Кишиневым, с развитием Кишинева, к сожалению, остаются такой мечтой. Вот вы заговорили про должности, которые обещал выносить на всеобщий суд, не на всеобщий суд, но вакансии, которые могли бы занимать новые люди. Я помню из предвыборных обещаний Дарина Кирпака о том, что многие вакансии будут отданы молодым людям, что будет обновляться состав премарии. Вот на вашей памяти сколько молодых людей были приняты на работу за последние, скажем, 2-3 года? Было где-то процентов 20, и это связано с политической конъюнктурой, я могу их перечислить. Это и господин, занимающий определенное время должности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, который был спойман на взятках по строительству мансардов. Он же был руководителем молодежного крыла либеральной партии, я не припоминаю его фамилию. Это господин Адриан Болдуреску, всем знакомый, тоже по политической конъюнктуре назначенный незаконно примарем в результате скандала, который был по Алба Юлии, если вы вспоминаете, с той некачественной работой, которая была, или тем распилом финансовым, воровством, которое было допущено на Алба Юлии. Это и его коллега по школе, господин Гомрицкий, который был утвержден впоследствии вместо господина Болдуреску на эту же должность, видимо, денежная должность, и там нужен свой человек. Это и управление архитектурой и земельных отношений, которое было утверждено прямым решением, без консультаций, без какого-либо конкурса. Есть и другие, которые были утверждены, но цель была одна – держать под контроль, личный контроль, весь финансовый распил, так называемый в народе, а проще говоря, все воровство, которое допускается в результате деятельности примарии по сегодняшний день. Если раньше у меня были какие-то сомнения на предмет того, кто является руководителем всей коррупционной схемы в муниципе Кишин, сейчас таких сомнений нет, это господин Киртака, и он своими действиями подтверждает, что именно он глава вот этой всей воровской схемы. То есть молодые люди трудоустраиваются в примарию, но это, как правило, не случайно. Это под контрольные люди, которые должны выполнять беспрекословно указания и приказы Киртака. — Хотелось бы обсудить голосование, которое проходило в последнее время в муниципальном совете. Многие критиковали партию коммунистов за то, что муниципальные советники от партии коммунистов принимают некие совместные решения с либеральной партией, голосуют вместе. И вот сейчас вы мне перед передачей подтвердили, что это происходило не только на последнем заседании, но и на предварящих последних заседаниях. С чем это связано? Почему вдруг коммунисты нашли общие точки с либералами? Я бы не сказал, что нашли общие точки с либералами. Есть одна общепринятая закономерность, потому что муниципальный совет должен работать на благо людей. От решений муниципального совета в основном зависит два очень важных направления деятельности в муниципе. Это здравоохранение, это имеется в виду учреждения медицинского направления и образовательное. Если вы хорошо посмотрите повестку дня, вы увидите, что именно на этих заседаниях было очень много вопросов, связанных с деятельностью этих учреждений. Плюс к тому, на последнем заседании была утверждена или была проведена ректификация бюджета в 2013 год. Перед нами 1 сентября, и мы должны думать о том, как будут начинать новый учебный год наши учебные заведения. Плюс к тому, вы знаете скандал с муниципальной больницей номер 3 Игнатенко, где произошло так называемое использование промышленных машин в медицинских целях. Таких вопросов сплошь и ряд. Конечно, в повестке дня были и другие вопросы. Вы должны понимать, что политика это интересы. Ничего кроме интересов там нет. И некоторые точки соприкосновения на предмет удовлетворения потребностей электората, в том числе и партии коммунистов, они имеют место быть, потому что мы живые люди, нас контактируют экономические агенты, плюс к тому руководители этих учебных заведений, медицинских учреждений, которые просят именно принимать решения по данным вопросам. Другой вопрос, какие вопросы были решены. И здесь есть некоторые вопросительные знаки, которые были проголосованы. Я буду очень открыто говорить о том, что да, я был за то, чтобы партии, либеральные партии выдали офис на Йорк. Хотя этому воспрепятствовали зеленые, или будем так, либерал-демократы. Я вообще, в принципе, для того, что парламентские партии, большие партии получали поддержку от государства, в том числе и финансирование. Почему? Потому что тогда можно требовать их стороны результат. В тот момент, когда общество не участвует в финансировании или материальной поддержке партий, они обращаются куда? К ворам, к экономическим агентам. И тогда они становятся зависимы от интересов этих кланов. Поэтому некоторые вопросы, да, они вызвали какой-то социальный резонанс, но они имеют под собой мотивацию. Но я знаю, что либерал-демократ обвиняли вас даже в том числе и в том, что вы проводили какие-то закрытые заседания с либералами. Тайные заседания. Нет, это манипуляция. Эта манипуляция, она исходит, вы понимаете, в каждый раз любая фракция от безысходности начинает выдавать информацию, не имеющую ничего общего с реальностью. Мы говорили откровенно либерал-демократам, что это они вместе с социалистами Донцовым и остальные провели ночные заседания, если вы вспоминаете 16 сентября 2012 года, когда проголосовали 200 с чем-то проектов решений. Мы не проводим закрытых заседаний, наоборот. Нам интересна транспарентность принятия решений. И, знаете, честно, может быть и политически неправильно, но когда либерал-демократы стали нападать именно на либералов, на своих коллег по бывшему альянсу, я им указал на то, что это нечестно, потому что когда они участвуют в распиле, в политическом распиле, либералы хороши. Вот они даже указали им на политическое голосование. Понимаете, дело в том, что нельзя рассматривать в городе Тишиневе, кроме как принятие бюджета или какие-нибудь тоже очень важные документы для муниципия, каких-то политических причин. Это чисто экономические вопросы, это вопросы, связанные с управлением жизнедеятельностью в городе. Непонятна Ваша позиция. Хотелось бы обсудить одну из главных проблем, с которой столкнулся наш город на протяжении последнего полугодия. Это незаконное строительство. Наверное, столь частых случаев, как в этом году, пожалуй, не было. Буквально-таки каждую неделю звучала информация о том, что вот вновь начато незаконное строительство. Мы знаем и детский парк, и массу других примеров. Какую роль принимает во всем этом муниципальный совет, муниципальные советники? Кто, по-вашему, стоит за вот этим огромным пакетом документов, которые выдаются на строительство? Застройщики приходят к людям, говорят, у нас есть документ, у нас есть разрешение, все легально. В то же время люди просыпаются с той мыслью, что они никакого разрешения не давали, согласия не давали, и, собственно, в шоке, отвоевывают свои территории, и мы видим, чем это заканчивается. Буквально дело доходит до драки. Не вспоминаются слова Годи, который, когда ушел из либерал-демократической партии, говорил про Филата. Это тот человек, который идет воровать вместе с тобой, а потом утром идет в полицию. Ну, примерно то же самое. Здесь мафия. Это не большие слова. Это и прямо мафия. Потому что говорить однобокой, односторонне об этой проблематике нельзя. Этой мафией управляет Киртуаком. Почему? Потому что документов не так уж много. Документов всего лишь два. Это архитектурный сертификат, и это разрешение на строительство. И вот здесь появляется самое интересное. Процесс сам по себе подготовки документов и их подписание. На этот счет у нас есть так называемое ядро, твердое ядро, сформированное в Примарии. Это Киртуак, господин Нистор Грозаву, господин Рейлян Георгий, начальник управления, и до недавних пор господин Блаж в управлении архитектурой земельных отношений. Но самое негативное в том плане, что у нас свыше 1500 незаконных строений. Сейчас уже данные обновляются, у меня есть информация, что их 1800, свыше 1800 незаконных строений. И они ведутся сведомо муниципальных властей. Это означает, что мы тебе выдаем разрешение, но до тех пор мы с тобой, пока ты не попался. Вот попался, мы с тобой не в компанию. Вот так случается маленький пример. Возле Микдональдса, на Рыжкановке, выдаётся разрешение на один этаж. Сейчас уже шестой этаж, здание построено. Нет ни единого документа. Прямо перед жилым домом это здание, да? Там было выдано авторизацию, я лично проверял, на один этаж. На подвал и один этаж. Строить себе без каких-либо вопросов. Дальше много, очень много самозахваченной территории. И на этот предмет даже неоднократные обращения в судебных инстанциях ничего, никакого результата не давало. Наоборот, появляется строение в парковой зоне, а законом это запрещено. А у нас начали появляться и жилые дома в парковой зоне. Почему? Работники примарии коррумпированы, в том числе и управление по юридическим вопросам. Мы, для того, чтобы регламентировали этот вопрос, неоднократно обращались в Верховный суд. Коллегия Верховного суда приняла очень важное решение. Что отношения незаконного строительства в муниципе и Тишинево больше не должны рассматриваться судебными инстанциями. Потому что это изначально судебная тяжба между криминалом и представителями власти. Но местная власть примарии ничего не делает. Поэтому на данный вопрос, если вы заметили, я на каждом заседании поднимаю вопрос о возбуждении уголовного дела именно господину Киртуаку. И именно несоответствии с занимаемой должностью. Потому что, имея на руках весь юридический инструментарий, он обязан наводить порядок. С той стороны муниципальных советников это главная постановка вопроса. Дальше, другой пример, что делает муниципальный совет. Мы подняли вопрос о незаконности строительства мансардов. Мы добились принятия решения о приостановке выдачи документов, разрешительных документов на строительство этих мансардов. Мы требуем проведения аудита и выделения средств на то, чтобы было проведено инвентаризации земельных участков и земельных отношений секторально. Потому что к нам обращаются люди, особенно АПЛП, это ассоциации, и они требуют от нас выдать им разрешение на аренду прилегающей к зданию земли. Но мы не можем этого сделать, потому что появляется еще один очаг напряженности. Один требует столько земли, потому что второму не останется. И здесь появляется тот вопрос, о котором вы, видимо, хотели бы у меня спросить. Внутриквартальное строительство. Потому что одно АПЛП требует от себя, для себя. Потом она подписывает мнимые документы для того, чтобы разрешить одному или другому инвестору. К примеру, на Албаю выдали разрешение на строительство кафе. Как будто все нормально. Через два года прямым решением некоторых бюрократов с примарией дает разрешение на строительство десятиэтажного дома. Меняет назначение земли. И это очень и очень большие нарушения. Поэтому что мы делаем? Каждый в отдельности муниципальный советник отвечает за свою работу. Я постоянно пишу обращение и в прокуратуру, и в Центр по борьбе с коррупцией. Последнее мое заявление, оно будет закреплено обращением в Национальный Центр по борьбе с коррупцией. Это связано с прихватизацией пяти садиков в городе Кишинево. Прямым распоряжением Вицемара. Что значит приватизация пяти садиков? Приматизация это означает, что некоторые лица или экономические агенты имели в аренду эти здания, землю вокруг этих зданий. К примеру, лицей на Петру Радиш. Он расположен на трех гектарах где-то. Значит они его продали за где-то пять миллионов. Хотя только земля там стоит в центре Кишинева. Возле Академии Академических наук. Вот то, что университет. Только земля стоит порядка пятьдесят миллионов. Это коммерческая стоимость. И мы напоминаем господину примарю, сколько он шума делал после того аукциона возле телецентра в предвыборной кампании. Что был нанесен ущерб, что было неправильно, неправильно был проведен аукцион. А он даже аукционы не проводит. Он даже через комиссию по приватизации не проводит. Он даже через муниципальный совет не проводит. Хотя единственным собственником в Кишиневе является муниципальный совет. Муниципальный совет. Я вас правильно поняла. Значит территории, на которых находится сейчас пять детских садов, были проданы. Они проданы вместе с зданиями. И что теперь там будет на месте этих детских садов? По моей информации, которую я собираю, некоторые уже проданы вторично и третий раз. Для того, чтобы не иметь возможности добраться до, или будем так говорить, появляется доброкачественный покупатель. Потому что он не участвовал в этой схеме, вот такой пихватизации. И его нельзя наказывать. А те, которые провели такие схемы, они как в Сандулаке, вы помните, с министерства финансов, получил 400 тысяч евро и ушел. Потратил деньги и сказал, у меня ничего нету. Примерно то же самое, та же самая схема. Приводят какие-то незаконные судебные решения. На этот предмет подписывается распоряжение незаконно, потому что для этого есть комиссия по приватизации, для этого есть муниципальный совет, правильная цена образования и лишь потом решение о приватизации. Да, ясно. Виктор, хотелось бы обсудить еще с вами такую проблему. В этом году, опять же, как, наверное, никогда, премария оградилась от народа. Я знаю, что доступ граждан на заседание муниципального совета с некоторых пор стали закрытыми, хотя, в принципе, они открыты и доступны для пребывания на них граждан. Там были установлены турникеты, вот эти все массовые акции протеста, прорывы в здании примарии. Как это можно охарактеризовать? Насколько правомерно вообще запрещать горожанам ограничивать их доступ к примарии? Имеет ли такое право примар? Ну, давайте отделим одно от другое. Все заседания муниципального совета публичные. Но это не означает, что все 780 тысяч граждан Кишинева могут участвовать в работе заседания муниципального совета. Да и помещение это не позволяет. Публичность, это еще подразумевается под открытость присутствия прессы, присутствия представителей неправительственных организаций, присутствия представителей группы граждан. Это не означает хаос. То, что творится в последнее время в городе на всех уровнях, это хаос, посеянный администрацией Кирток. То, что он установил турники, это там другие электронные замки, это не ограждает от граждан. Только качественная работа и добросовестное отношение к своим обязанностям может как-то сделать, чтобы отношение граждан к местной публичной власти было нормальным. Вторая часть, то, что творится вот этой группой молодых лиц и граждан, которые допускают вот такие манифестации. Ну, вы понимаете, я соглашусь с Киртоком, вот в данном вопросе, что человек, который порвал погону этому полицейскому, должен сидеть. Потому что так нельзя. Каждый из нас на своей работе. Полицейский выполняет приказ. Такое отношение к друг другу нельзя допускать. Нельзя идти и бить, будем так говорить, палкой по голове людей, которые призваны обеспечить правопорядок. В то же время я не сторонник той манеры общения или той манеры постоянного контакта работников премарии с гражданами. Они уже распухли. Они считают, что они избранники, сливки этого общества. И им не гоже быть среди народа. Я лично подошел неоднократно к господину дециммеру Мистеру Грозалу, либо к Киртоку. И предложил, давайте мы устроим дебаты. Не там, где он, вы помните, по стадиону на Чеканах, когда он вышел с этого буса и начал жаловаться народу, что я устал. Устал, уходи. Найдутся другие, которые будут выполнять эти функции. Не хуже. Нужно идти там, где создаются очаги напряженности, где создаются именно не простыми людьми, а не обдуманными, незаконными решениями вот этих работников премарии. И на Алба Юлия, и на проспекте, Московском проспекте, и на Василия Александрия, и на Чеканах. Везде, где необходимо, нужно быть среди людей и объяснить людям, почему принято такое решение или не иное решение. Но у них нет этой способности, нет аргументации, нет мотивации. Когда я по Алба Юлии спросил, почему вы изменили предназначение земельного участка, притом незаконно, без муниципального совета. Начинаются всякие такие моменты, тоже ограждающие себя от ответственности. Да вот ссылка на некоторые нормативные акты и тому подобное. Это происходит, вот те мероприятия вокруг премарии происходят, потому что хаос, нет нормального управления в городе. И тогда человек, ответственный за это, начинает себя ограждать от людей именно такими, такой атрибутикой, такими технологиями, как турникеты, как замки электронные, как бегство от нормальной дискуссии с народом. А когда идти на такие шоу электоральные, ну идут как на Чехана возле стадиона. Ну мы знаем, почему он пошел туда. Потому что есть экономический интерес. Некий олигарх хочет построить там большой жилой комплекс. Но мне интересно, почему до сегодняшнего дня Киртака не пошел на эту детскую площаду, которая является тоже очагом напряженности. Почему не пошел по сегодняшний день на Алба-Юлию? Почему не пошел говорить с людьми там, где произошел мордобой на Григориев Еру-22? Два. Вот ответ находится именно в этом вопросе. Потому что каждый из них идет туда, где он находит удовлетворение того, чего он стоит. Вот он идет там, потому что там олигарх, ему за это заплатят. А там, где народ, он боится идти. И он ограждается турникетами. Конечно, это имеет двойственный характер. Каждый трактует по-своему. Вот это открытость, публичность. Но мы должны трактовать это нормально, не хаотично, а в порядке соблюдения законности и правовых норм не такими взаимными, так называемыми комплиментами, кто первый пойдет в психиатрическую больницу. Лагута или Киртака. Мне кажется, туда должны идти те, которые допускают именно такие незаконные действия. Не считаясь с мнением горожан. Ну а как гражданам добиться справедливости, если они видят вопиющую несправедливость у себя во дворах, у себя в домах, и не имеют возможности высказать полнозначение у Дарину Киртака, которого избирали горожане? Вы понимаете, дело в том, что я соглашусь с вами, если, к примеру, на всех участках города у меня появились одни и те же лица. Да, можно делать ссылку на то, что это общественные деятели, представляющие какие-то неправительственные организации. Да, народ имеет право на восстание в случае, если то, за что они голосовали, не является предметом хозяйственной деятельности местной публичной власти. Но я бы хотел увидеть вот такое восстание тишиневцев на площади национального собрания, чтобы люди выразили свое несогласие. Вы понимаете, дело в том, что сломав этот турникет, этот же турникет будет восстановлен из наших же денег. Как и здание парламента, как и здание президентуры, не заплатит Киртуаку за этот турникет или за сломанную дверь. Виктор, это так же, как памятник, недавно установленный, за который заплатили 25 миллионов. Да, и сколько мы говорили на предмет того, что... Ну, давайте обсудим и примем нормальное решение. Вообще, что приоритетнее, этот памятник, либо троллейбусную линию, которую мы предлагали до 100 учеб. 15 миллионов требуется. За этот памятник все затраты где-то будут суммироваться в порядке 28 миллионов. 25 утверждено, потом еще появится это. Вы понимаете, дело в том, что опасность Киртуака в кресле Примара, что он отошел от выполнения своих прямых обязанностей по управлению городом и превратил Примарию в идеологическую ячейку. Самое важное, что другие институты власти не действуют. Это и прокуратура, это и Центр по борьбе с коррупцией. Я объясню, почему. Еще не был утвержден бюджет, а уже затраты шли по строительству этого памятника. Уже был размещен заказ в Белоруссии. И я даже пошутил над господином Киртуаком. Он такой немощный, постоянно кричит о том, что вот колунисты ему мешают и прошлое советское. Но он не брезгует хорошо работать с диктаторским режимом Лукашенко почему-то в Белоруссии. Даже наоборот, он хвалит. А почему? Потому что здесь есть интерес, потому что есть выгода материальная. Нельзя быть таким вот фарисеем. С одной стороны, все больше и негативнее говорить о том хорошем, что было до 90-го года, о всех диктаторских режимах, авторитарных. И в то же время, ты, демократ, либерал, строишь свои финансовые и материальные интересы именно с авторитарным режимом Лукашенко. Другой пример. Вы понимаете, вот сейчас нам уже другой памятник предлагают. Тоже очень дорогостоящий. Памятник называется Треймартир. И это идет в подтверждение того, что я сказал, что Киртаков превратил примарию в идеологическую ячейку румынизации Республики Молдова. Потому что такой памятник был в 40-м году на Буюканах. Они хотят его восстановить. За счет чего? За счет наших денег, публичных денег. Вот мы посмотрим, зеленые либерал-демократы, тогда что будут говорить, когда им указывали на то, что тратить 25 миллионов на памятник на сегодняшний день в кризисное время, преступно, когда можно закрывать столько проблем, связанных с образованием, а у нас уже куча лицеев по Кишиневу закрываются. Закрываются они, ихними голосованием закрываются лицеи и дошкольные учреждения в Кишиневе, не говоря уже по селам Республики Молдова. Ну, вот мы подошли к, собственно, главному вопросу, который хотелось бы вам адресовать. Назрело и зреет в обществе много разговоров о том, что Киртака должен уйти со своей должности. Вот на прошлой неделе появилась информация о том, что вы будете претендовать на посты генерального примара. Якобы заручитесь поддержкой партии коммунистов. Я этого не сказал. Но, по крайней мере, в слухе об этом ходят. Нет, я сказал, что я буду участвовать. И я это подтверждаю. Что я намереваюсь участвовать в выборах на функции генерального примаря. Я объясню, почему. Это последние реакции мне даже, как говорится, подтвердили правильность моих мыслей. Появились довольно болезненные реакции, в том числе и из рядов партии коммунистов. Но меня это не пугает. И я скажу вам, почему. Вы понимаете, дело в том, что партии рассматривают должность генерального примаря, как политический трамплин. Вот это ошибочно. Ошибочно с точки зрения и подхода партии социалистов, ошибочно и с точки зрения подхода либеральной партии, ошибочно и с точки зрения других партий. Функция генерального примаря – это чисто управленческая функция. Единственный политический вопрос, связанный с этой функцией – это бюджет. Потому что любой бюджет местной власти, публичной, национального уровня – это политический документ. Есть еще куча вопросов, которые связаны с идеологией, той или иной. И в этом наша беда. Потому что у нас в Республике Молдова и в Кишиневе вещи происходят примерно так же, как в фильме «Свадьба в Малиноке». Помните? Власть поменялась и начинается по-новой. Камни устанавливают, памятники, которые… Некоторые вообще уму непостижимо, зачем они Кишиневу. Другие претендуют на то, что вот именно тот период был самым важным для нашего города или нашего муниципия. Вместо того, чтобы всем вместе научиться строить. Вы понимаете, функция генерального примаря – это не то, чтобы лично управлять городом. это искусство удовлетворять то, что требуется в законе, в главном законе страны, 112 статья Конституции. За совет голосуют тоже граждане. Они представляют граждан в представительную власть. Она имеет функцию. И примарь должен сделать только то, что предписано с законом. Соблюсти закон. Предложить совету политики экономического и социального развития города. И совет вправе утверждать от имени народа, какой путь он изберет для развития, а не навязывать ему, какой язык говорит, какую историю, какие памятники должны строиться, где, в каком парке, какой жилой дом элитный должен появиться или другие какие-то здания и строения. Это коррупция. Второй вопрос. Транспарентность или открытость принятия решений. Вот Кирпаку 6 лет примарь. Вы хоть один раз увидели повестку дня и первичные документы какого-нибудь заседания муниципального совета, я не говорю уже о примарии, которые обсуждаются в результате оперативной деятельности примарий. Чтобы граждане видели, чтобы они не ходили в примарию. Чтобы граждане не строили хаос на рынке, в других местах города. Знаете, город богатый, город Кишинев это очень богатый город. Деньги валяются на дорогах. Их только нужно уметь собирать и правильно направлять. Всего лишь один пример. Мы сейчас обсуждаем 3-4 стратегии развития городской инфраструктуры. Это развитие транспортной среды. Имеется в виду, какой транспорт нужен, в каком количестве, какова схема движения. Имеется в виду развитие транспортных сетей, дорог. Имеется в виду электронное билетирование людей. Я вам скажу одну вещь. Ни одна из этих стратегий не синхронизирована между собой. Не делаются публичные дебаты для того, чтобы люди приходили с предложениями. Внутри квартального обустройства. Когда люди должны участвовать в этом. Не насаждать им какой-то десятиэтажный дом. Не уничтожать и так маленькие детские площадки там. А обсуждать с народом, что было более приемлемо для граждан. Вы знаете, что дает больше, наибольший толчок в развитии того или иного города. Это народная эмансипация. Народное поверие, что будет хорошо. Вот нужно вернуть людям способность мечтать. Нужно вернуть людям надежду, что наш город и впрямь, самый зеленый в Европе. Что наш город не самый уродливый. Что наш город имеет хорошую специфичную архитектуру. Не уничтожать исторические памятники. С булдозером. А ведь они уничтожались с ведома руководителей из примарии, с ведома Киртуака. И это не только я говорю уже. Эта пресса вся бурлит. Об этом шумит. Все внеправительственные организации. Вот почему такая болезненная реакция была из разных сторон. Либералы, социалисты, некоторые коммунисты. Потому что боятся. Боятся их прям, что придет человек и наведет порядок. И тогда вот эти групповые мафиозные интересы отпадут на второй план. А на первый план появятся именно интересы людей. Граждан, простых граждан этого города. Я даже пригласил некоторых людей посмотреть один жилой дом, многоквартирный, в центральной части Кишинева, на улице Пушкина, там, где я живу. Вы поймете, уму непостижимо. Когда я в прошлом году переехал жить в этом доме, там был как служебный туалет. Полон бомжей, наркоманом. И никому нет дела до этого. И в этот же момент тратятся десятки миллионов на какие-то памятники. Я с уважением отношусь к памяти этих жертв. Но поздно, после 21 года, козырять каким-то памятником. Нужно было вернуть людям землю. Нужно было вернуть собственность какую-либо дом. А не строить идеологическую подоплёху под этим. Это мерзко. Это нечестно по отношению к этим людям. Вы затронули социалистов. Хотелось бы задать, в принципе, последний вопрос. Сейчас мы знаем, что происходит сбор подписей в поддержку референдума за отставку Дарина Киртуакова. Ваше мнение, удастся ли социалистам собрать достаточное количество подписей? Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы знаем, что даже и достаточное количество подписей не гарантирует проведение референдума. Будет ли проведен такой референдум? Не будет. Именно в такой постановке вопроса не будет. Потому что любое действие имеет законное основание. Должна создаться инициативная группа. Эта инициативная группа должна быть зарегистрирована. Это не что иное, как дешёвый пиар господина Додона. Потому что он заранее знает, что какой-либо юридической силы эти подписи не имеют. И существует ещё какая-то опасность. А как будет использовать господин Додон эти подписи? Не появятся они под другой какой-либо идеей? А у нас такие примеры были. Эта инициативная группа не зарегистрирована. Мы за отставку Киртанка. Но на основании закона, не на основании шоу, пиара. Да, мы претендуем поднять вопросы. Законно. С законными методами. У меня появляется вопрос. А вот откуда у господина Додона, социалиста Додона, столько бабок для того, чтобы проплачивать столько дней людей на пиар, потому что, опять же, повторюсь, юридических оснований нет. Ему суд не дал выигрыш. Не в его пользу. Наоборот, нужно думать с законными методами. Потому что, когда нужно было голосовать за Тимофти, он там говорил про тест на государственность, что-то про закон, про законность. А сейчас что, когда личные интересы, его интересы. Понимаете, в последнее время мы наблюдаем за такие дешевые шоу, вот таких личных, амбициозных таких проектов. Вот господину Додону придумывать что-нибудь более умное, чем собирать подписи после того, как суд не зарегистрировал вот эту инициативную группу, не нашел. А может быть, стоит подумать, может быть, стоит подумать, что у нас в муниципальном совете 51 советник, и есть еще процедура, которая может быть использована. Я вас уверяю, мы ее используем, что референдум можно инициировать голосованием именно двумя третями советников. Вот тогда я посмотрю на либерал-демократов, которые сейчас критикуют. За что они голосуют? За пожелания людей? Либо за кучу воров. Вот я посмотрю, тогда социалисты как будут себя вести, или другие советники. А постоянно толкать в народ. Незаконные действия это недостойно политику. Понимаете, люди подписываются. И я понимаю, почему. Я наблюдаю за реакциями людей, и люди говорят, нам надоел этот кирток. Но козырять или использовать в своих личных планах, зная, что это незаконные действия, эмоции людей, нельзя, потому что это может обернуться против тебя самого. Я еще раз повторюсь, где он будет использовать вот эти подписи. В каких делишках? В тех же делишках, которые зарабатывают деньги для того, чтобы платить этих активистов, которые сидят там. Я еще раз повторюсь, политик, ответственный политик, должен руководствоваться законными методами. Ни рейдерскими метами, ни рэкетом, ни актерским шоу, а законными нормами, где гласит очень четко механизм, где расписан механизм сбора подписей, сперваформирования инициативной группы, сбора подписей, либо голосование в муниципальном совете двумя третями. Есть еще один способ. И за душой Киртака столько грехов. Я-то не вижу обращения депутата до Дона в генеральную прокуратуру на предмет возбуждения уголовных дел. Он же в предвыборной кампании обращался в генеральную прокуратуру. Почему сейчас не обращается? А сейчас мы говорим, мы обратились и обращаемся в Центр по борьбе с коррупцией. Возбуждено два уголовных дела по факту, по дженерис-проекту. Я вам гарантирую, что скоро их будет 10. Потому что за свою деятельность господин Киртака только наворовал, что сотни уголовных дел не покроют его деятельность. мы говорим это не для того, чтобы ради красного словца, ради красивого словца. Мы говорим это всем тем, которые находятся у власти, что рано или поздно власть меняется. А то, что они делают на сегодняшний день, это будет использовано против них же в тех уголовных делах, которые будут начаты и гарантирую вам доведены до конца. Потому что такого беспредела нельзя допускать. Такого воровства нельзя допускать. То, что делает господин Додон, я этим заканчиваю, эту проблематику, он помогает Киртаку. Он его виктимизирует постоянно, вместо того, чтобы привести факты через средства массовой информации, документации, так как мы делаем по Дженезис проекту, так как мы делаем по незаконной приватизации по детским садам, так как мы делаем по незаконному строительству, он ему публично помогает, чтобы вот это идеологическое ядро встало нас во защиту своего мартира. Вот почему он хочет строить памятник трех мартиров. Это следующий памятник, который он предлагает. Это дядя, это племянник, и может быть поженится. Будут трое. Ну что ж, на этой веселой ноте мы заканчиваем нашу передачу. Виктор, спасибо большое за ваши ответы на вопрос, за наш диалог. Буду рада вас видеть в нашей студии снова. Я думаю, после каникул вы придете и нам расскажете, как муниципальные советники будут работать уже во втором полугодии. Ну, каникул у нас нету. Это определенный период, когда не будут заседания, потому что мы не парламент, чтобы уходить на каникулы. У вас нет выпускных 37 тысяч лет? когда необходимо, то мы готовы общаться с прессой так же открыто, как и с гражданами города. Спасибо еще раз. Всем нашим зрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был муниципальный советник от партии коммунистов Виктор Гурев. Спасибо за внимание, увидимся завтра и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok